привет всем сегодня есть вот такая вот интересная работа это подошва от задней бабки станка токарного 16b 05 или вот опять короче это все клоны в общем в чем проблема с этой деталью здесь на краях вот есть выработка даже если присмотреться вот видно короче что здесь и бабка болтается вот так на направляющих это за счет того произошло потому что нету пыльников на задней бабке то есть не здесь не здесь не предусмотрены пыльники которые бы защищали от того чтобы стружка и грязь попадала между подошвой задней бабки и направляющими суть какая работы нужно вот эти плоскости вывести в параллель то есть здесь угол составляет 90 градусов вот фактически с этой стороны базироваться нам нет почем так как здесь выпуклое здесь выпуклое здесь выпуклое то есть мы вот так выставиться не можем я подумал можно это было бы сделать на токарном на шлифовке или на строгальном станке я решил это сделать на строгальном так как это проще для меня оснастка у меня есть для этого потому что на шлифовке нужно попадать на синусной плите камнем но неизвестно как соблюсти те характеристики потому что если мы вот эту плоскость занизим или вот эту занизим то получается что здесь эта плоскость будет касаться или этим краем или этим нам нужно сохранить чтоб на станине подошва стояла и верхняя верхняя часть ее верхняя плоскость была горизонтально а не на вот так стояла или вот так на шлифовке я пока не придумал как этого добиться вот на фрезерном фрезы тоже нет такой же вот а на строгальном можно и эту плоскость и эту сделать за одну установку не снимая и не двигая детали так как на подошве есть вот такой вот выступ он не дает положить подошву на вот эту вот плоскость ну непосредственно то есть без проставок но он нам поможет отбазироваться вот этот паз который есть на подошве задней бабки он должен быть строго перпендикулярен вот этим вот это и вот этому позу фактически потому что здесь в принципе роли не играет для того чтобы забазировать вот этот паз я буду базироваться по вот этой части для этого я положил параллельку на стол прижал ее прижимами сейчас обкатаю индикатором выставлю чтобы она была параллельно ходу строгального станка вот дальше установлю на комплект параллелек и подопру вот так вот подошву здесь выставлю упоры для того чтобы станок не сорвал это все дело и вот таким вот образом зафиксирую это все дело ну и для наклядности еще раз прокатаю на всякий случай проверить потому что всякое может быть может этот паз и в принципе не перпендикулярен этому первым делом я буду строгать этот паз для того что я буду строгать вот этот паз для того чтобы узнать насколько нужно опустить этот после того как я прострогаю вот эти две плоскости я провожу измерение в качестве валика я использую фрезу так как шлифованного валика такого у меня нету вот и индикатором замеряю разницу показаний не хватает две соточки индикатор уже 0 ставить не буду пришлось подложить получается 4 75 миллиметра миллиметра тогда получается плюс минус пару соток практически по нулям теперь приступаем к строганию и после того как отстрогаем этот паз померяем разницу опять и будем знать насколько опустить вот эту плоскость чтобы показать степень износа вот я на самом изношенном участке выставил индикатор на 0 а теперь начинаем крутить 0 8 миллиметра и теперь опять уменьшается вот какой износ есть по этой плоскости в принципе я думаю что мы утверждение что вот этот паз вот этот упор который есть на подошве должен быть перпендикулярен я считаю что это должно так быть правильно а 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 прострогали обе плоскости вот видно сколько пришлось чугуна сдереть для того чтобы на этой стороне выйти по нулям ну то есть чтоб зачистить всю поверхность теперь опять меряем выстроганный паз вот в плюсе одна сотка и теперь настраиваем по концевым мерам длины высчитываем сколько нужно снять с этой плоскости и так у нас было 4.75 теперь у нас так что у нас 3.97 вот эту разницу и нужно снять с этой плоскости разница получилась 0.78 миллиметра теперь от касания строгаем 0.78 вниз 3 в 2 к вот вот это до Вот я снимаю полмиллиметра. Видно, что здесь есть ступенька. Вот. А с этого края её практически нет. То есть полмиллиметра. Здесь самое больше торчит металла посредине. Вот я вот так покажу. Видно, да, наверное? А здесь практически нету, как видите. Подаём ещё. И делаем чистовой проход. Вот, в принципе, и всё. Вот такая поверхность получается после строгания. Вот, в принципе, вот такое вот видео.